Приветствую вас, да, у мужчины есть цель, и цель это, чтобы вы ему доверяли, вот как это не парадоксально звучит, но цель это именно такая-така, чтобы вы ему доверяли, это то, чего мужчина хочет, неважно зачем, то есть, хочет ли он с вами сблизиться, нравится ли вы ему как женщина, ага, значит, чисто ли, скоростные, ага, и, и, меркантильные у него цели, например, это все не важно, это все не важно, потому что на данный момент человек хочет вас к себе расположить, чтобы вы друг другу доверяли, вот, я честно скажу вам, вот честно скажу вам, что я не знаю, зачем он это делает, я не знаю, для чего он это делает, я не знаю этого, потому что, ну, потому что это нельзя предугадать, этого нельзя предсказать, но очевидно, совершенно, что именно так, что мужчина хочет раз к себе, раз положить, зачем это ему нужно, я не знаю, честно, потому что, ну, очень мало информации, вы предоставили, о себе, вот, по крайней мере. Дальше, дальше. Несколько забавно мне показалось, то, что про, про пошлости, про секс, про домогательство, говорите вы, то есть это ваш, ну, ваш пунктик. Уже как вопрос, а может быть вы этого хотите? Уже как вопрос, может быть вы хотите шайны, секс, домогательство, может быть, чтобы, ну, до вас домогательство, до вас домогательство, я не знаю, вы поймите, я не знаю, я не хочу говорить, что я прав, обязательно, что-то в этом роде, вот. Но, тем не менее, согласитесь, что несколько эта позиция интересная. Вот. Дальше. Дальше. Вы, вы говорите о том, что боитесь, что мужчина будет считать вас дамой легкого поведения. Скажу честно, скажу честно, скажу честно, что мне эта ситуация показалась, ну, достаточно интересной. То есть, почему именно вам пришла в голову такая мысль, да, что он может так подумать? А если и подумает, что дальше будет? То есть, вам, получается, не всё равно. Хорошо. Хорошо. Если вам не всё равно, то есть, если вас, ну, волнует, да, мужчина, если он вас интересует, то что вы делаете для того, чтобы он понял, что, ну, что вы ему интересны? Что он вам интересны, даже, точнее. Вот. Если вы ничего не делаете, то извините, а какой тогда во всём этом смысл? Что вы, вот, ну, что вы пишите. А если вы что-то делаете, а он не понимает и только вот так себя ведёт, то либо он боится близости, либо он действительно предследует какую-то свою цель. Ну, и ещё раз, мне показалось, что есть у вас вот какой-то пунктик, да, на предмет именно секса. Вот. То есть, я, конечно, я, конечно, не знаю, да, вот, может быть, я ошибаюсь, но очень похоже. То есть, вы как будто ждёте постоянно каких-то домогательств, вы как будто ждёте постоянно каких-то, там, не знаю, каких-то пошлостей и так далее. И откуда это у вас, почему это у вас, на мой взгляд, не совсем понятно. Вот. Но выяснить данный аспект можно довольно легко. И это, например, с вами поработать. Вот. Например. Вот так мне кажется. Можно вам ответить. Кроме того, для отношений важно, для отношений важно, чтобы человек был максимально, ну, скажем так, максимально свободен в своём, ну, в своём поведении, максимально свободен в своих, в своей позиции. Вот. И если ситуация такова, что вы чувствуете страх, вы чувствуете страх, это значит, что вы уже не свободны, а это значит, что если вы не свободны, что вы не можете выстраивать отношения адекватно. Ну, потому что вы, это не вы, а кто-то другой. Вот. Поэтому, с одной стороны, работать вам нужно со своими страхами, чего вы боитесь и почему, а с другой стороны, нужно обязательно с мужчиной вести себя так, как вы хотите. То есть захотели, положили голову ему на колени. Не захотели, не положили голову ему на колени. Вот. Захотели, как-то, ну, проявить себя. Я имею ввиду, ну, в плане, там, секса, там и так далее. Проявили. Не захотели, не проявили. Высказали, если есть симпатия у вас, да, почувствовали симпатию к нему. Сказали, высказали ее. Не почувствовали, не сказали, что это понравилось, выразили это, не понравилось, выразили это, и все. Вот. А то, ну, серьезно, вот, не отношения, а шаранка какая-то получается. Вот. А что же это время, что же это ожидание. Вот. Поэтому, я думаю, что так. Я думаю, что вот так можно, можно и нужно вам, значит, себя вести. Вот. С мужчиной нужно так себя вести. с одной стороны, и работать над страхами и над вашими целями, то есть, чтобы не было сверх мотивации у вас быть в отношениях. Вот. Это другой аспект. Это другая задача. вот. Вот. Примерно. Так и нужно вам, можно вам ответить, с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Чтобы вы все правильно поняли в этой ситуации. Вот. Ну, и конечно, для более, более подробного, для более корректного понимания, того, какую цель представляет мужчина, было бы, совсем хорошо, если бы вы, ну, рассказали о, его, ну, больше рассказали о твоих психологических портретах. Психологический портрет его, и психологический, психологический портрет, ваш. Чтобы понять, с чего мужчина хочет. Понятно? Ну, это, что на этом все. Я надеюсь, что, мой ответ вам помог. А, мне показалось, что вы боитесь близости. Вы боитесь, вот, сближаться. А, если это так, то, я бы еще рекомендовал вам, эм, ну, ммм, работать с личными границами. То есть, работа именно на личные границы, на четкие правила, взаимодействие, эм, эм, с мужчинами, и вообще с людьми, но с мужчинами в частности. Вот. А еще, очень важный момент, как вы воспринимаете человека. То есть, вот конкретно, как вы его воспринимаете? Как вы его видите? То есть, видите ли вы его, как лично, лично, например. Или вы воспринимаете его, только как мужчину. Если, первое, то хорошо. Если здоровое, то знак тревожный. Отношения ваши, ваши, могут устраиваться, тогда негативно, и с отклонениями. Вот. Ссорами, там, с недопониманием, и так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, и удачи. Удачи! 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 Удачи!